И среднесрочными прогнозами. То есть, краткосрочный прогноз составляется на срок от 12 часов до 72 суток в основном. И уже после трех суток начинается среднесрочный прогноз от трех суток до семи суток. Но у нас есть стандартная классификация Всемирной Метеорологической Организации, согласно которой долгосрочный прогноз начинается от 30 суток. Возникает такой вопрос, что же находится в промжутке между 10 сутками и 30 сутками. Здесь находится расширенный прогноз, который можно отчасти назвать долгосрочным, но все-таки долгосрочным он не является. Поэтому, когда я буду говорить долгосрочный прогноз, я буду подразумевать, что это будет прогноз дальше 30 суток. И, соответственно, бывают долгосрочные прогнозы на месяц, на сезон и даже на несколько десятилетий, даже столетий. Бывает и такое баловство. И давайте, наверное, на следующий слайд перейдем. У меня тут кнопочка. Итак, начнем с древности, а именно с народных примет. В последнее время бытует такое мнение, с которым я довольно-таки часто сталкиваюсь, что якобы наши предки обладали каким-то таким тайным знанием. У них было больше понимания окружающей действительности природы. И они знали определенно больше и лучше нас, все, что нас окружает. И в частности, особенно природу и погоду. А мы вот-таки ничего не знаем. Но вполне возможно, быть может, какое-то тайное узнание у них действительно присутствовало. Только жили они до 50 лет и не знали антибиотиков. Но это другой вопрос. И, конечно же, древние люди стремились заглянуть дальше тех самых 30 суток. Они хотели объяснить, попытаться каким-то образом не спрогнозировать, а именно предсказать те явления, которые могут наступить через определенный промежуток времени. Ясное дело, что все это сказывалось на их образе жизни. Все это им помогало, как они думали тогда. И вот они вели свои наблюдения за погодой, наблюдения за природой. Никаким образом они не фиксировали эти наблюдения, никаким образом не вели никаких архивов, никакой статистики, ничего не было. Все это было на бытовом, обывательском уровне. Было какое-то явление А, было какое-то явление Б. Все это складывалось, и, соответственно, у нас получилось какое-то явление С. И один сказал, например, что вот посмотрите, сегодня у нас идет дождь, а значит и лето у нас тоже будет дождливо. Один сказал, другой сказал, все это вместе подхватили, связали все это вместе с церковным календарем и пошло-поехало. Все подхватили, но никто не стал это проверять. Разумеется, каким образом это можно было проверить, если никакого инструментария, никакой статистики, никакого архива тогда еще не существовало. Все это принималось на веру. И, например, как можно вообще проверить, работает ли примета? Сейчас мы можем это легко сделать. Тогда не могли. Как сейчас это делается? Вот, допустим, есть большое количество примет, которые в основном, если их, в общем, описать таким термином, но они корреляционные, когда просто ищется связь между одним событием и между другим. Как я уже сказал ранее, если, например, вот у нас сегодня идет дождь, значит зима будет снежная. Ну и ладно. Все это легко проверяется. Берется статистика за последние минимум 30 лет. Благороди можете за 100 лет взять. Берется статистика за один день. Есть дождь, нет дождя. И берется статистика за сезон. Было ли превышение количества осадков над нормой или было меньше осадков. И все это легко соотносится между собой. Ищется совпадение. Если совпадение больше 70%, значит примета вполне возможно быть. Может быть и работает. Но 70% это, конечно, все равно маловато. Но тем не менее. А есть и вероятность там совпадений 50 на 50. Ну, сами понимаете, никакой связи нет. Это все равно, что подбрасывать монетку. И вот буквально две недели назад колесико перестало работать. Вот буквально две недели назад в компании Яндекс было проведено достаточно такое масштабное исследование некоторых самых ключевых и популярных примет. Разумеется, такие исследования были и ранее. Но в основном они носили локальный характер, потому что все это требует большого количества времени. Надо собрать архив, надо проанализировать. Особенно в ту эпоху, когда не было компьютеров, это было невероятно сложно сделать. Но все-таки такие исследования были. И в большинстве случаев практически всегда они приходили к единому мнению, что приметы не работают. Но в этот раз Яндекс, используя свои ресурсы, все-таки решил провести свое исследование. И было взято 12 примет, 12 самых главных, самых популярных примет, которыми все пользуются, все их знают. Разумеется, было географическое ранжирование по разным городам, по разным часовым поясам. Там была и Москва, и Питер, и Екатеринбург, и Омск. В основном крупные города, разумеется. И всего из 186 случаев исследованных, только 6 случаев выдавали корреляцию выше 70%. То есть в большинстве случаев связь была на уровне 40-60%, что не доказывало, что приметы работают. Ну, вроде бы можно поставить точку. Все, Яндекс доказали, что приметы не работают. Эмпирическим путем, на основе статистики, был получен вывод, приметы не работают. Все, отставили. Но это не решает проблему долгосрочного прогнозирования. Нам по-прежнему надо попытаться заглянуть за эти самые 30 суток и хотя бы примерно понять, что там будет. А что же у нас там будет? И вот первые научные прогнозы, именно научные прогнозы. Потому что некоторые почему-то не видят разницы между предсказанием и прогнозированием. Ну, вот очень журналисты любят этим грешить, когда пишут, там, синоптики предсказывают нам дожди. Ну, если бы синоптики были вангами или у них была кофейная гуща, то, естественно, они бы предсказывали. Но прогноз — это научно обоснованное предположение, которое базируется на каких-то данных, на каких-то сведениях, на какой-то теории или на каком-то методе. Поэтому прогноз сильно отличается от предсказания. Предсказывают гадалки на вокзале. Я всегда так говорю всем, кто неправильно использует этот термин. Я даже обижаюсь на них. И вот первые научно обоснованные долгосрочные прогнозы удалось создать только в конце 19-го, в начале 20-го века. Но в основном все-таки в начале 20-го века. По причине того, что метод аналогов, как вы уже поняли из названия, подразумевает обилие статистики, обилие данных. Суть его невероятно проста. Например, мы изучаем, какая у нас сейчас в данный момент на нашей территории синоптическая обстановка. Где находятся циклоны, где находятся антициклоны, все эти течения на разных высотах. Анализируем все это, получаем некую карту синоптическую. Далее идем в наш архив. Смотрим, ищем что-то похожее. Ищем какой-то аналог, наиболее максимально приближенный. И уже затем смотрим, как развивалась циркуляция тогда, в прошлом. И экстраполируем эти данные из прошлого на нашу карту. И пытаемся понять, что вполне возможно, что при текущей циркуляции у нас месяц будет теплым. Ну, разумеется, этот метод имеет два существенных недостатка. Первый недостаток заключается в том, что синоптическая ситуация, она сама по себе уникальна. Уникальна, как отпечатки пальцев. Мы никогда не сможем найти абсолютно точную синоптическую карту за последние 150 лет или за последние 200 лет. Потому что сама по себе ситуация уникальна. И другой существенный недостаток заключается в том, что метод аналогов не способен предсказать, спрогнозировать аномалии. Аномалии это те события, которых ранее не было. Например, у нас в этом году случился самый жаркий август на Урале. Ничего подобного за последние 100-150 лет не было. Соответственно, этого события не было и в наших архивах. Мы не смогли бы спрогнозировать это явление. Мы не смогли бы понять, что месяц будет самым жарким, только потому, что в нашей базе не было такого аналога. Ну, этот метод выдает, конечно, не 50%, а 55-60%. Но все-таки это выше, чем просто подбрасывание монетки. И таким методом пользовались где-то в основном до 60-70-х годов. А с развитием вычислительной техники он, конечно же, стал менее популярен и менее эффективен. Ну, и, конечно же, уже в 60-70-е годы по мере развития вычислительной техники появились первые, самые примитивные компьютерные модели. Ну, все мы с вами прекрасно понимаем, что такое модель. Модель – это некая копия, уменьшенная копия какого-либо объекта, который описывает его свойства. И первые компьютерные модели описывали атмосферу, разумеется. На основе тех данных, которые собирались на земных станций, на основе данных со спутников, моделировалась атмосфера в начальный период, в любой момент времени. А уже затем на основе заложенных в нее законов физики, на основе различных сложных уравнений запускалась модель и смотрели, в какую сторону, куда сдвинется циклон, куда сдвинется антициклон. Все это, разумеется, базировалось только исключительно на научных сведениях, на научных данных. И самые первые прогнозы были на сутки, на двое суток, и тогда это было просто сенсацией, фантастикой. Но первые долгосрочные, качественные именно прогнозы стали возникать только в начале 21 века, когда появились не просто модели, которые прогнозировали погоду на 5-10 суток, например, вы все пользуетесь, наверное, погодой на сайте Гесметио, я более чем уверен в основном, или на каких-то сторонних ресурсах. Так вот, все эти ресурсы в большинстве своем используют данные одной модели. Это европейская компьютерная модель, которая составляет прогноз на 10 суток. Если вы откроете, например, сайт Форека, вы увидите, что там только на 10 суток есть прогноз. Или если вы увидите, например, на сайте Гесметио, на первые 10 суток используется европейская модель, а на 10-13 суток американская. Короче, там все сложно. И вот самым таким грандиозным достижением в области долгосрочного прогнозирования стала именно американская климатическая модель, Climate Forecast System. Ее еще называют просто CFC или KFC, кто как хочет. Первая версия этой модели, которая заглядывала дальше 30 суток, появилась в марте 2011 года. Ну, то есть сравнительно недавно. И вот эта модель выдает именно не 60%, а 70%. Те 70%, на которые сейчас мы можем рассчитывать. Например, если речь идет о прогнозе на один месяц, то 70% это наш предел, это наш физический максимум. Выше этого мы не можем подпрыгнуть. В чем заключаются основные достоинства этой компьютерной модели? Разумеется, она была разработана американцами. Это, во-первых, кто бы как не хотел, но американцам удалось создать самую лучшую модель в плане взаимодействия океана и атмосферы. В чем здесь заключается момент основной и главный? Когда вы создаете прогноз на одни сутки, вам не надо знать, какая погода, какая циркуляция в океане. Не надо знать. Вам просто надо знать, где находится ближайший циклон, антициклон, чтобы просто посмотреть, куда он взвинется за одни сутки. Когда вы создаете прогноз на 5-10 суток, вам необходимо собрать информацию со всего северного полушария. Но если вы создаете прогноз на срок дальше 15 суток, то здесь уже необходимо собирать полностью все данные со всей планеты, анализировать циркуляцию атмосферы, анализировать те данные, которые поступают из океана. Но проблема-то заключается в том, что из океана поступает очень малое количество данных. По причине того, что Земля, конечно же, у нас суша именно, располагает большим количеством датчиков, метеостанций, автоматических метеостанций. Все это легко проверяется, сканируется, зондируется. Но с океанами все намного сложнее. Они намного больше. Их сложнее исследовать. У нас, конечно же, есть специальные буи, которые находятся на больших расстояниях тысячи, возможно, несколько тысяч километров. И все это очень приблизительно и условно. А чтобы создать качественный прогноз, необходимо собрать как можно больше информации обо всем. И в том числе и обо состоянии океана. И вот на данном слайде представлен прогноз на зиму 2016-2017 года. Как вы видите, она ожидается довольно-таки теплой. Но на самом деле, американская компьютерная модель имеет еще ряд основных достоинств, о которых я хотел бы рассказать. Это тот факт, что модель каждые 6 часов создает прогноз на 9 месяцев вперед. Каждые 6 часов запускаются суперкомпьютеры, на которых она выдает прогноз на 9 часов. И все это легко публикуется на сайтах, все это легко публикуется в интернете, в открытом доступе. Любой желающий может скачать, проанализировать эти файлы, в которых упакован этот прогноз, и самостоятельно создавать прогнозы. Чем я, собственно, и занимаюсь. Но американская компьютерная модель не единственная в своем роде. Конечно же, у каждого более или менее развитого государства есть такие модели, есть свои научно-исследовательские центры. Но вот именно американской удалось достичь тех самых 70%. У России, к сожалению, с этим все очень сложно. Если даже не сказать, что плохо. По причине того, что у нас нет своей долгосрочной климатической модели. Есть у китайцев, есть у европейцев, а у нас нет. Ну, потому что создание одной компьютерной модели требует больших денег, больших ресурсов. На это уходят, можно сказать, миллионы долларов. И огромное количество людей занято в создании именно этих моделей. Но у климатических моделей долгосрочных есть еще одно достоинство. Помимо того, что они у нас заглядывают в будущее, их можно еще использовать для того, чтобы они заглядывали в прошлое. Вы на прошлом слайде, наверное, видели, я сейчас не буду перелистывать, что отображается не какая-то температура на карте, а именно отклонение от нормы. На 1 градус выше, на 2 градуса выше, или ниже, наоборот. И когда вы, например, слышали или читали прогноз, вы всегда слышали именно эту реплику, эту фразу, это предложение о том, что месяц ожидается теплее нормы на 1-2 градуса. Возникает такой интересный вопрос. А кто определяет-то эту норму? Кто сказал, что вот это число, это высоко, а это низко, что это тепло, а это холодно? На самом деле, никто это не определяет по причине того, что климат сам себя определяет. Если вас кто-то спросит когда-то, что же такое климат, мы все с вами вроде как на обывательском уровне понимаем, что такое климат, но лексического значения-то не можем сказать, не можем озвучить. Поэтому, если вас спросят, смело отвечайте, что климат это средняя арифметическая всех погод за последние 30 лет. Поэтому климатическая норма формируется из именно этих 30 лет, что были до вас, за последние 30 лет. Если речь идет, например, о среднемесячной температуре, то для того, чтобы получить нормальное значение, нормальную температуру для какого-то определенного месяца, например, для сентября, надо просто сложить вместе все температуры за последние 30 лет и разделить на 30. Вот и все. Так формируется норма. Соответственно, у нас сейчас в условиях глобального потепления температура продолжает расти, и эта норма постоянно повышается. Например, Всемирная Метеорологическая Организация использует климатическую норму с 61 по 90-е годы. Но, как вы понимаете, эта норма уже сильно устарела, почти на четверть века, и поэтому сейчас некоторые страны предпочитают переходить на новую, самостоятельно переходить на новую норму с 81 по 2010 год. Именно ей я и пользуюсь. Ну, разумеется, вы все понимаете, шло норма 61 по 90-й год намного холоднее, чем норма 81 по 2010 год, и сильно отличается по отдельным годам и месяцам. И, кстати, когда я говорю о климатических нормах, надо подразумевать еще и осадки. То есть осадки усредняются, ветер, атмосферное давление. Все-все-все это усредняется, приводит к какому-то единому общему знаменателю, и вот эти циферки и описывает наш климат. Ну вот, например, так выглядит август 2016 года, который оказался самым теплым. Вот если вы видите, то он был теплым на европейской части, он был теплым на Урале, на западе Казахстана. И если соотносить со шкалой, то здесь где-то, может быть, 5 градусов теплее нормы. Местами там, даже если присмотреться, на 7-8 градусов теплее нормы. Ничего подобного за последние 100 лет не было, именно поэтому он считается самым теплым. Ну, опять же, вот эта вот карта строится не на данных наземных метеостанций, а на данных спутниках. То есть, любой спутник, пролетая на определенной территории, он собирает информацию о состоянии атмосферы на разных высотах. Даже такое сейчас кажется фантастикой, что то, что спутник собирает информацию на разных высотах, и тысяча метров, и две тысячи метров. Хотя для этого раньше приходилось запускать специальный зонд, чтобы узнать, как там происходит, какое состояние там сейчас атмосферы на разных высотах. Но сейчас с этим легко справляются спутники. И вот, как вы видите, на этой карте все показано, все хорошо отображено, где находятся у нас отрицательные зоны, где было холодно, где было жарко. И вот эти вот мелкие пятнышки, вот эти вот мелкие пятнышки, вот это вот Байкал, его, конечно же, видно. Потому что компьютерные модели, они, в них загружен еще и слой рельефа, дополнительный слой рельефа, который описывает полностью всю местность. И поэтому вот это вот холодное пятнышко, это, разумеется, Гималай. Так, ну еще немножечко о взгляде в прошлое. Как я уже сказал, модели заглядывают не только в будущее, но и в прошлое. Дело в том, что у нас имеется большое количество архивов по отдельным станциям. У нас имеется большое количество синаптических карт за конец 19 века, за начало 20 века. Но все эти данные очень выборочные и неполные. Ну, по причине того, что где-то метеорология развивалась быстрее, например, в Европе, где-то вообще не было станций, например, как в России или в Африке где-нибудь. Поэтому данные были неполными. И вот ученые задумались, а давайте мы с вами эти все данные соберем воедино и загрузим в нашу климатическую модель. Она сама нам все посчитает, но не в будущее, а в прошлое. И вот таким образом появились компьютерные реанализы. Суть их очень проста. Они объясняют, как происходили синаптические процессы в прошлой эпохе на основе собственных вычислений. Вот казалось бы, вот эта вот карта за 13 сентября 1871 года. Разумеется, тогда не было никаких ни спутников, ни станций, ничего не было. Но зато теперь мы можем знать, где располагались какие зоны высокого и низкого давления. Мы можем понять, какая была погода тогда, в этот самый день, с точностью до часа. Вот что позволяют нам модели. Хотя, разумеется, тогда это казалось просто фантастикой. Так, ну, еще немножечко на будущее. Что нас ожидает в будущем? Разумеется, вектор долгосрочного прогнозирования уже задан. Качество прогнозов растет каждый год, каждое десятилетие. Если, например, сейчас прогноз на одни сутки составляется с точностью до 95-96%, на сайте Гесметио 92%, то, например, уже к 15-м суткам точность прогноза снижается до 50-55%. Ну, сами понимаете. Но даже те 95%, которые мы сейчас выдаем на одни сутки, оказались фантастикой, потому что еще в 70-е годы точность прогнозов составляла на одни сутки 65-70%. Так что тем, кто негодует насчет неоправдавшегося прогноза, нужно просто понять, что то, что мы имеем, это грандиозное достижение. Но, как я уже сказал, точность компьютерных моделей в плане долгосрочного прогноза составляет 70%. Это означает, что если я составляю прогноз на 10 месяцев, на каждый месяц по отдельности, я не имею ввиду на все 10 месяцев, а на каждый месяц для года, то из 10 прогнозов 70 оправдывается, а 30 пролетает. Как, например, случилось, или скорее всего, случится с этим сентябрем, потому что в большинстве случаев модели ожидали теплый месяц и сухой, но мы видим, что у нас что-то не заладилось, что-то холодно и дождик льет. То есть, как вы видите, ошибки случаются, но казалось бы, почему случаются эти ошибки? У нас есть точные модели, у нас есть законы физики, которые все описывают, у нас есть большое количество данных, спутники там летают, наземные станции собирают информацию, все должно работать. Но почему-то всегда есть 30%, которые не оправдываются. За счет чего? Во-первых, за счет неизвестных факторов. Как я уже говорил в самом начале, буквально обмолвился, когда мы создаем прогноз на одни сутки, нам надо знать просто где находится циклон поблизости или севернее, или южнее. Но когда мы создаем прогноз на 30 дней и более, нам необходимо собрать информацию обо всем, обо всем, что происходит в нашей атмосфере, обо всем, что происходит в океане. И мы до конца не знаем, какие процессы, какие факторы влияют на прогноз в долгосрочной перспективе. Потому что, например, солнечная активность, конечно же, влияет на прогноз в долгосрочной перспективе, но на прогноз на одни сутки она не влияет, поэтому мы ее можем не учитывать. Когда же мы пытаемся заглянуть на срок дальше 30 суток, то здесь уже возникает механизм, который мы точно пока еще не описали. Мы знаем, что есть воздействие солнца на атмосферу, мы знаем, что солнце влияет на циркуляцию, на распределение тепла, но точного механизма этого воздействия в долгосрочной перспективе у нас нет. И еще есть у нас воздействие и планет, и антропогенный фактор. Мы знаем, точно знаем, что планеты в Солнечной системе воздействуют на нашу атмосферу, воздействуют на нашу литосферу, гидросферу, в том числе и Юпитер. Как известно, Юпитер — это самая большая планета в Солнечной системе, ее гравитационное поле просто невероятных масштабов и размеров. И наша атмосфера испытывает эти возмущения от всех объектов, которые находятся поблизости нее. Но, как я уже сказал в самом начале, на одни сутки эти возмущения незаметны. Их нет. Но по мере продвижения дальше 30 суток они накапливаются, суммируются и приводят к тому, приводят к 30%, которые у нас были не заложены в нашей компьютерной модели. Их там не было. То же самое касается антропогенного фактора. Мы знаем, что есть воздействие человека на атмосферу, но точного механизма, который бы описывал это воздействие в долгосрочной перспективе, у нас просто нет. И все, что нам остается, это исследовать и исследовать и исследовать, чтобы в конце концов добраться хотя бы до 90%. Но я свято верю, что все-таки в ближайшие десятилетия нам удастся преодолеть планку в 80%. Сам я по своим личным наблюдениям вижу, что, например, та же американская модель в последние годы стала значительно лучше. Не идеальны, но все-таки получше. Я всегда заявлял, что нельзя создать 100% точный прогноз даже на одни сутки. Вполне возможно, что в ближайшие 50 лет, 100 лет мы достигнем уровня в 99,9%. Но всегда обязательно, хотя бы один день у нас будет пролет. Потому что всегда есть некие неизвестные факторы, которые наша модель не учитывает. потому что наши модели они очень условные, очень примитивные и вот сказывается еще недостаток данных и сведений. У меня все на сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ